Здравствуйте, уважаемые друзья! Доброго времени суток, уважаемые наши радиослушатели! Те, особенно, кто нас смотрит в сети интернет в YouTube и на прочих веб-сайтах и просторах. Сегодня наша передача Терра Инкогнито, которая сегодня целый день у нас в эфире, то есть один эфирный час за другим, сменяет наш замечательный маг-экстрасенс и просто очень хороший человек Инесса Алиева из Тольного Града, Минска. Инесса, здравствуйте! Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте, радиослушатели и телезрители! Сегодняшняя наша тема, она очень плотная и близка к тем темам, которые у нас были до этого. Впрочем, как и ко всему нашему медийному контенту радиостанции, это магия, экстрасенсорика, эзотерика, гадания, карты, пророчества. И люди, которые умеют, безусловно, замечательно этим всем пользоваться, этих людей всегда немного, но мы находим самых лучших, и они же у нас постоянно находятся в эфире. Один из ярчайших представителей этой профессии, профессии «Дарить людям надежду, счастье и прочие положительные вещи» Инесса Алиева. Инесса, мы сегодня разговариваем о магии, мы сегодня разговариваем о гаданиях, мы сегодня разговариваем с вами обо всем светлом и хорошем, что нас может окружать при ситуации, когда рядом хороший человек, правильный маг и грамотный трактолог всего того, что может произойти, происходило или будет происходить. Инесса, расскажите, пожалуйста, про то, что такое магия в двух словах, и как вы вообще познакомились с магией, и на каком уровне вы находитесь, что вы умеете, а чем заниматься вообще не стоит, например, нашим уважаемым радиослушателям, ибо, знаете, многие вот так послушали, думают, а, я тоже смогу там, да, сейчас чертиков будем вызывать. Расскажите, пожалуйста, про себя немножко, про магию, про карты, всего по чуть-чуть. У нас времени сегодня немного, но у нас есть добрых 20 минут для того, чтобы порадовать нашего изысканного и уважаемого радиослушателя. Значит, магия, это, ну, как считается, оно вообще как всезнающее, всемогущее, некоторый, как бы, перевод идет как жрец, всезнающее, ну, как бы, больше даже могучее. Ну, то есть, могучесть, это зависит, магия сама, она, как бы, в бытии у нас, везде и повсюду, она, как бы, каждый человек, вот именно, он имеет немножечко, что-то, как бы, шамань. Даже мысли наши, вот именно, когда мы что-то хотим, я думаю, чтобы каждый обращали внимание, когда вот вы что-то хотите, значит, вы конкретно своими мыслями, материализацией, вы чего-то добиваетесь. То есть, как бы, точно так же и в магии, но в магии просто больше мастера, они, как бы, работают, да, они человека направляют конкретно на определенную какую-то ситуацию. Ну, то есть, смотря, зависит от того, человек обращается, там, к черному, к белому магу, там. Ну, то есть, магия еще, она и есть, и серая. То есть, между серой и магией, это считается, как бы, оно между черным и белым. То есть, как бы, используют две силы, получается. Инесса, скажите, пожалуйста, да, у меня к вам вопрос уже созрел. А что вы умеете? Вот, когда человек говорит, я маг, то есть, что это значит? Вот, что вы умеете, как маг? Например, вот, если наши уважаемые радиослушатели захотят обратиться к вам за какими-то нюансами, что вы можете им, как практикующий маг, предложить? И сколько вы практикуете? Расскажите, так, в двух словах про это. Значит, практикую я более 20 лет, и практикую, как бы, постоянно, умею. Ну, каждый мастер может себя похвалить, но я, как бы... Похвалите себя, Инесса, похвалите. Пусть люди хвалят, которые ко мне обращаются. Тогда расскажите, что вы умеете, что вам кажется, что вы умеете. Значит, занимаюсь вот именно, в основном, вот именно больше я использую как вербальную магию, раньше пользовалась, как бы, и стоп-соро, и черную магию использовала, но немножечко, как бы, отошла от некоторых, вот именно, как бы, ритуалов, от некоторых моментов отошла. Но так вообще использую все. То есть, как бы, по вербальной магии все, люди обращаются разные, обращаются и с проблемами по бизнесу, и с проблемами денежными, как бы, нарушения денежного канала. Обращаются люди по здоровью, обращаются люди в семейные треугольники. Ну, то есть, вариантов, проблем людских очень много. То есть, единственное, что, как бы, не берусь, так это, как бы, болезни, вот именно запущенную эпилепсию, запущенную шизофрению, и четвертую стадию, вот именно онкологии. Потому что, ну, то есть, как бы, это бесполезно, как бы, работать, и с людей без толку брать за это деньги. То есть, как бы, брать конкретно не хочу. Значит, что делаю? Отчитываю, вообще, большую часть это у меня, как бы, молитвами. То есть, через свечи чистки провожу. Да, снимаю разные, как бы, любовные, как бы, завязки. То есть, это притворы, всевозможные присушки. Значит, так, помогаю, естественно, то есть, людям, которые, именно, есть проблемы в бизнесе, есть проблемы с денежными каналами, как бы, не идут деньги. То есть, есть люди, которые, как говорят, помазаны деньгами, удачей, а есть, которые просто люди, ну, по жизни, они все время, то есть, страдают, страдают. То есть, направляю вот этих людей правильно, то есть, как бы, как жить правильно, вот именно, как бы, использовать свою энергию в хорошую сторону. То есть, как бы, они на разрушение, а именно на восстановление и на более выше. Ставлю обязательно зеркальная защита. Ну, то есть, как бы, защиты всевозможные. То есть, защиты возможные пентакли, возможные талисманы. Делаю также защиты на ниточках разноцветных, то есть, как бы, шерстяных. А что вот значит такая ниточка? Что это означает? Вот расскажите нашим радиослушателям, что вот это за такая защиточка на нашей шерстяной нитке? Ну, защита на шерстяной нитке, это вообще, как поверье, идет по троих идеях, и получается, то есть, как бы, кто в Израиле был, то есть, посетил святое место. Значит, там дарится вот именно красная ниточка. Она уже, как намоленная, получается, это как атрохелия, так? Как оберег, правильно работает она? Что? Как оберег работает. Да, да, те ниточки работают, как оберег, да. А мои ниточки, то есть, как бы, если оттуда, со святого места эта ниточка привезена, и если ее вот именно, то есть, я еще вспомогатель буду, я, то тогда это вообще, ну, то есть, этой нитке сила будет очень сильная. То есть, я ее просто направлю на, ну, смотря, обычно эти нитки, они на благополучие, на здоровье, на все, ну, то есть, как бы, чтобы на общее состояние, как бы, счастья, семьи и тому подобное. Я, как бы, заговариваю нитки по-разному. Заговариваю ниточки, которые, именно нитка, это должна быть шерстяной, так? Я ее заговариваю для того, чтобы кому-то на здоровье, кому-то на, как защиту делаю, кому-то, вот, именно, как чистки, какие-то иногда проходят, то есть, и на полное благополучие. Есть ниточки, конкретно делаю, как вот такие амулетики на бизнес, на удачу, в деньгах, то есть, таким образом. Понятно. Ну, а вот, как бы вы, скажем, описали ситуацию, когда, вот, у человека, например, какая-то проблема, и ему ее нужно решать. Как магия может помочь, и в каких проблемах она может помочь, в каких это нереально. Потому что много шарлатанов, знаете ли, от магии, и поэтому, что тут говорить? Много обмана. Как же отличить настоящую магию от шарлатанов? Значит, в первую очередь, то есть, как бы, человека, который, вот, именно, пришел, значит, пострадавший, так, он пришел к мастеру. Мастер, в первую очередь, он должен узнать, как бы, ситуацию, что произошло, и найти первопричину этой проблемы. И, то есть, может быть, какая-то проблема, человек пришел, может, к хронической проблеме, может, человек пришел, как отработка, то есть, у него. Тогда, ну, как бы, маги, они вмешиваются, но очень, как бы, должна быть хорошая защита, и все остальное. То есть, ей проводят, естественно, очистки. Значит, отличить, вот, именно, вы задали вопрос, вот, именно, как нормальный ведущий человек, от, не ведущий, а просто, как бы, человек, который приходит, вот, именно на прием, он не устанавливает таксы. Он не устанавливает, ну, то есть, как бы, сам маг, он конкретно, если маг работает с белой магией, да, то он не устанавливает, вот, именно, цену. lengths, да. Если с черной магией, то цена обязательно. Почему? Потому что по ее заказанному ритуалу. Потому что пришел человек, к примеру, я хочу уничтожить там кого-то. Не будет маг себя подставлять и не будет маг себя использовать бесплатным трудом. То есть, естественно, за это платится огромная сумма денег. Потом то же самое. Пришли, к примеру, попросили, я хочу стать миллионером. Я хочу именно разбогатеть. То есть, естественно, договариваются, когда есть обоюдное какое-то согласие. То есть, с этого бизнеса или 10% или сколько. Почему? Потому что это материальный план. То есть, это все равно оно должно платить. А что касается по здоровью, здесь уже на усмотрение мастера. Если болезни тяжелые, если магия проводится в воду, то это не дешевое удовольствие. Но если человек лечит энергией, ну, каждый тот же пациент, который приходит, пострадавший, он должен сам. То есть, как бы, мастер может не взять денег. Сказать, сколько положите или сколько там дадите. Да, это уже на усмотрение самого, насколько у человека там это совести, насколько человек, как бы, или может. То есть, таким образом, здесь вот это вот идет тоже еще различие. Поэтому, как бы, что касается деток маленьких, да, обычно мастера не берут. Почему? Почему? Потому что, ну, то есть, как бы, это еще пока как ангелочки. И, ну, здесь это уже сами родители, они должны, как бы, смотреть сами. Сколько там положат, сколько положат. Ну, то есть, ну, сами мастера, они не должны родить. Ну, а там кто-то принесет чем-то, кто-то там, ну, как бы, угощение какое-то или еще что-то. Ну, да. Хорошо. Инесса, у меня к вам вопрос. Карты у вас под рукой? Карты, да, у меня под рукой. Карты у меня под рукой. Если хотите, у меня, если надо рамка, если нужно майя, я локационный, тоже, если какие-то вопросы тоже возникают, тоже могу. Ну, вот у нас сегодня такая традиция сегодняшних всех передач. Сегодня все у нас пользуются картами. Ну, давайте и вы возьмите в руки карты. И у меня к вам конкретный вопрос. Я сегодня тестирую всех одним и тем же вопросом. Наверное, те радиослушатели, которые слушают нас вот с утра, они уже устали от него. Ну, все же, я написал хорошую программу, собираюсь в шоу-бизнес в российский, опять вернуться, когда-то я уже там был. Сейчас я опять туда делаю такую экспансию и хочу знать, стоит ли мне грести сильно в этом направлении, да, и вообще во всех направлениях, или же мне стоит немножко расслабиться и пускай меня лодка несет туда, куда она меня несет. То есть, стоит ли мне нажимать и привлекать магические силы для того, чтобы быстрее добиться успеха и осуществить свои планы, или же оно и так у меня прописано, оно и так мне дано. Хочу вот это узнать. Можем мы такой вопрос задать картам? Да, конечно. Давайте посмотрим, что будет. Расклад на ситуацию, если мне не изменяет память. Да, да. Ну, а пока вы раскладываете, хочу напомнить, что на волнах радиостанции Сангейтс у нас сегодня Инесса Алиева, это маг, экстрасенс, человек, который прекрасно понимает карты, и что еще более важно, карты слушаются Инессу, в чем я лично не раз успел убедиться. Вот, и поэтому я весьма всем рекомендую, обращайтесь к Инессе, звоните нам, пожалуйста, по телефону 847-226-9956, и если вы хотите заказать какой-то ритуал или что-то сделать интересное в плане магии, вы можете либо напрямую с ней сконтактироваться, найдя ее в сети интернет, либо обратиться к нам, и мы, естественно, и измедлительно вас свяжем. Итак, Инесса, я вас слушаю. Что говорят нам карты? Значит, Владимир, пока вам не время, вот именно заниматься в этом году, хотя бы год вы потерпите немножечко, если вы хотите заниматься шоу-бизнесом, значит, вы будете заниматься вторая половина со следующего года. Пока, пусть идет по течению, вы, в принципе, там, пишите, там, разрабатываете, пусть это будет в вашем процессе, но пока я вам не советую это делать, почему? Потому что вы будете делать что-то, вы можете наваживать какие-то контакты, вы можете пока в плане... Записывать песни. Да, да, двигаться в этом плане. Контакты в общении, вот именно чисто с кем нужными вами людьми, для вашего именно будущего. Собирать силы, да? Да, у вас вообще, да, если у вас изначально было немножечко там какой-то тоже страх, то сейчас у вас, в принципе, по этому, вот именно, по второму этому варианту, да, у вас довольно-таки очень счастливая, как бы, вышла концовка карта, да, вы как будто идете в новую жизнь, только время надо, вы открываете как будто вот именно, как бы, себе двери ключом, и концовка у вас очень хорошая, очень счастливая. То есть вы, в принципе, да, будет результат хороший. То есть вот я вам даже контовочный вариант показываю, вот, как бы, карта-плейлер, то есть это здесь, она очень положительная, эта карта. И результат очень хороший. Но придется подождать, как я понимаю. Да, пока, да, пока только вот именно то, что нужно контакты какие-то налаживать. И не грести, то есть расслабиться и в спокойном плавании находиться, да? Да, вы, в принципе, вы очень мудрый, и вы, знаете как, вы тоже чувствуете свое направление, и вы чувствуете, как направлять. Вы тоже хороший, кстати, мак. Спасибо огромное, спасибо. Благодарю. Бывает, иногда. Я вам тоже предлагаю, как бы, обращаться, если я не рядом, можете обращаться к Людимиру, потому что здесь, да, сила, у меня в этом жмите. Поэтому здесь я вам сразу скажу, что если надо где-то подшаманить, мы подшаманим, и вы сами тоже подшаманите. Поэтому в дальнейшем потом, как бы, на ваше вот это начинание, вы просто, мы можем потом сделать какие-то вот именно амалетики конкретные, или ставы именно рунические, если надо будет, потому что, ну, то есть закажем правильно все, и как бы направим. Ну что ж, Инесса, огромное вам спасибо за сегодня, за сегодняшнюю передачу, за такое интересное и достаточно глубокое конкретное интервью. Вот все вы увидели правильно, вы абсолютно сказали то же самое, что сказали наши другие корифеи искусства, а сегодня у нас были нормальные, серьезные люди. Вот, и все говорят одно и то же. Ну что ж, да, видимо, я громко сегодня покричал этот рупор. Что ж, ответ ясен, более чем. Инесса, огромное вам спасибо. Хочу еще раз напомнить, что у нас сегодня в прямом эфире на радиостанции «Сангейс» в передаче «Тера Инкогнито», которую ведет Владимир Гершанов, была Инесса Алиева, маг, экстрасенс, человек, который знает и любит карты, карты любят ее. Инесса умеет делать всякие интересные штуки, которые очень-очень облегчают жизнь. Всем рекомендую обращаться к этому замечательному магу, парапсихологу и гадателю. Спасибо огромное, Инесса, за то, что вы сегодня нашли время и вышли в наш неизменно прямой эфир. Мы продолжаем с вами наши встречи. Я не говорю вам «до свидания», я говорю вам «до новых встреч». Огромное спасибо. До свидания. Всего доброго. Удачи вам всем. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова